Музыка 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 Ну что друзья, всем привет! Мы с вами снова на рыбалке Это первая рыбалка у нас в наступившем новом году Вроде бы несколько дней назад еще были на рыбалке Но руки уже чешутся В этом году за еще не ловили И сегодня мы приехали на Самый главный водоем нашей Ростовской области Самую главную реку Это конечно же наш батюшка Дон Мы сегодня находимся в его относительно низу Вот, и конкретно на этой локации Я ни разу еще не был Очень давно хотел сюда попасть Но как-то не получалось По предвиденной информации Здесь нас ждет Ловля плотвы Возможно рыбца, может быть карася Ну, опять таки, сейчас у нас зима Рыбалка непредсказуемая, так что будем Разбираться по ходу дела Сегодня мы этого решения Он тоже здесь не ловил даже Не ловил, честное слово Поэтому сейчас мы займемся тем, что Замешаем перекормку И промеряем дно, глубины Поймем, где нам предстоит ловить сегодня В общем процессе вам об этом всем расскажем Ну что друзья, начнем Все, тащи Женек Хорошо сопротивляется Хорошо сопротивляется Он мелкий, но очень сильно боится Давай, Жень, комментарий Без мата Все хорошо Ух, и все, что Ахахахаха Хахаххахаха Хахахаха У тебя двадцать подменей работают Караки прямо гляньте Стали на тот случай я прям до уверенно вас дует тогда только у меня хоть вторая поклевка опять мимо уже ну и и и и и и СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну что, я поймал первую рыбу, наконец-таки. Причем, Женя, она раз в десятую тащит. Я, честно говоря, вообще не понимаю, что происходит. У нас мы стояли на одной дистанции. Одинаковая прикорка, я, кстати, о ней сейчас расскажу. Насадка, поводки, дина отвода отличается буквально на несколько сантиметров. Вот. Я не понимал, что происходит. Начал кидать чуть-чуть правее. Так сказать, уже нагло, ближе к нему прижиматься. И начали с поклевки. Вот две было холостых, и почти сразу еще одна я доловился. Так, этого карасика. Вот. Ну, не знаю. Может быть, все-таки река здесь не может быть равнозначного дна. И даже, может быть, каждый метр отличаться. Может быть, это какой-то при ямах, я не знаю. Сейчас хочу до конца с этим разобраться. Ну, очень странно. Не, Женя молодец, конечно. Но он просто ловит мою удочкой. Вот, видимо, в этом причина. Ну, ладно. Бойка. Бойка, очень рыбка. О, окунь. Неплохой, кстати. Вот это. Если тебя спиннинг не поймал, я тебе этот. Это окунь я тебе посвящаю. Спасибо, Петер. Опа. А заглотил там, мама дорогая? Опа. Ага. Развину. Сейчас фотосессия-то встанем? Давай, давай. Я же знаю, рыбка. Окунёк. Неплохой, кстати, такой. Рассчитывали половить. Эй, красивый какой, да? Рассчитывали, чтобы плотваклевать с рыбцами. Ну, нет, но пока плотвы и рыбца мы не поймали. Караси клюют. Расклевались неплохо. Ну, это кушок такой улетел. Ну, ничего удивительного. Мотыль передворки, мотыльные насадки. Поэтому это вполне ожидаемый гостик. Так, плыви пока в садочек. Пару слов расскажу о прикорке, которую мы сегодня ловим. В основу нашего замеса мы сегодня используем прикорку, которая стала новинкой прошлого года. Это серия River 2022. Скажу честно, эта прикорка стала, наверное, одной из самых любимых, особенно для ловли на течении на Дону. У нас, у жителей нашего региона, большинство рыбалок, наверное, подходит именно на Дону. И очень долго мы разрабатывали этот состав этой прикорки. Он получился очень тяжелым, достаточно инертным. И подходит, в принципе, для ловли всей рыбы на Дону. Ну, а ключевая, как бы, ставка, наверное, для ловли леща, карася и карпа. Это очень мелкая дисперсная прикорка. Ароматичка, в которой она сладкая, но очень легкая при этом. То есть, такая ванильная сливочный запах. Он достаточно ненавязчивый. Хорошо сочетается с дополнительными ароматизаторами. И немаловажный факт. Эта прикорка, она легко сочетается со многими другими прикорками. То есть, легкий сладкий запах. Его можно сочетать и со специями, и с более мясными запахами. То есть, допустим, мы сегодня добавили немножко рыбтовой прикорки. Получился очень интересный купаж запахов. При этом, ну, нет какого-то такого дисбаланса по аромату. Вот. В принципе, то есть, сейчас начало января. Достаточно холодно, вода холодная. Но, как мы видим, рыба реагирует на прикорку. Подходит на точку. То есть, сначала поклевок не было вообще. Потом начались они уже не начались у меня. То есть, сейчас уже стабильно клюет. Есть проблемы с засечкой, с реализацией. Сейчас это делаем, да, как бы некоторые моменты по поводу крючковых поводков. Но, в принципе, прикорка работает, рыбу собирает. Единственное, что мы сделали сегодня, все-таки время как бы года холодная. Вместо новое, мы немножко подтемнили краской. Вот. Темной. Сделали ее такого, ну, серо-коричневого цвета. Вот. Это, наверное, единственная, как бы, добавка, которая, корректировка, которая была сделана. Вот. Короче, отличная прикорка. Рекомендую. Особенно для ловли на течении. Вот. И, кстати говоря, забегая вперед, скажу. В этом году у нас выйдет еще одна новинка. Это будет спортивная фидерная прикорка. Суперфидер называться будет. Уже состав отработан, протестирован. На нем уже выиграло несколько соревнований. Поэтому к весне, я думаю, что мы ее уже презентуем, как бы, у вас. И расскажем более подробно про нее. Так, ну, у меня поклевка, тут, наверное, будет подсекать. Так, ну, у меня плюс. Санчики, так, ну, у меня резко. Очень активно сейчас начали наклевать окушки на точки. Попытаются и неплохие, ну, и мелкие тоже всякие разные. Вот. Я думаю, что это связано с одной простой причиной. То, что в какой-то момент мы начали добавлять достаточно много мотыля кормового. Вот. Только он, конечно же, это любит. Вот. И даже немножко, ну, не то, что стал вытеснять карася, думаю, все-таки размер у него не тот, чтобы вытеснять его. Но создавать ему конкуренцию на точке и перехватывать мотыля раньше карася, это да. Поэтому сейчас пытаемся делать обратное. Вот. Собственно, и мы мотыля, ну, минимизировали в корме. Добавляем его только по чуть-чуть, не каждую кормушку. Вот. Карасик немножко начал возвращаться. Вот у меня стало поменьше, но пока что еще он клюет. Не то, что это большая проблема, но все-таки карась, наверное, более целевая рыба для фидера. Вот. Какая-то рыбка у меня сейчас поймаю. Покажу вам, расскажу про оснастку. О, опять окушок. Не совсем еще избавились от него. Такой большой совсем. Вот. Расскажу про оснастку. Сегодня мы с Женей ловим с отводами. То есть это оснастка. Ну, наверное, ее можно отнести к паттерностерам. Не на веру, а так и есть. С жестким отводом. Это связано с тем, что на дне, где мы ловим в данном месте, срочно много мусора. То есть прошлогодняя трава, листья, карушечка тоже присутствуют. И чтобы немножко обезопасить нашу снасть от попадания в этот мусор, вот используем такие отводы. Вот. Единственное отличие, это то, что я использую зафиксированный отвод. То есть я его подпер сверху небольшим силиконовым парком. Это немножко не спортивно считается. То есть в соревнованиях такое запрещено. Но у нас обычная рывалка. Вот. И на дно такая сейчас снасть, особенно при ловле рубца, при ловле осторожной рыбы, когда поклевки осторожны, она бывает более эффективна тем, что она гарантирует более, более лучшую самую засечку. Когда вот такие поклевки, как сейчас карася, непонятно, когда его подсекать. То есть он начинает клевать очень осторожно. И чтобы он хорошо взял, нужно ждать долго. А бывает, ждешь долго, он просто выклевывает приманку. Вот такое небольшое внесение дополнительного элемента в оснастку, оно позволяет немножко снизить количество холостых поклевок. Вышла неплохая перотинка и рыбалочка. Где-то 3 часа мы половили. Можно было, в принципе, и подольше. Рыбококлевало, но, честно говоря, погода начала очень сильно меняться. Если с утра был почти штиль и было комфортно, то сейчас задул ветер достаточно сильный. Ну, в принципе, уже мы наловились. Рыба клевала, и было интересно ее ловить. Сегодня, к сожалению, у нас не было в улове плотвы рыбца, на которую мы рассчитывали. Ну, карасики нас порадовали, а куня тоже при лове есть. И я думаю, что это шикарное открытие нового сезона, нового года. Поэтому мы сейчас рыбку отпустим, будем собираться. А вам счастливо, до новых встреч. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok